На этом коротком уроке я хочу продолжить серию, которую вы начали на предыдущем уроке, по комментариям автора Датсофрим, Вихайма Добра-Беновича, к книге Шмуэля пока что. Может быть, если пойдет хорошо, то может быть и к другим книгам попробовать его переводить. Этот урок посещается рифу шлема ля сахаби хуним шель хадаса бата хула ва хуле сраи. Итак, я уже говорил, что у него на самом деле два комментария, подробный комментарий к самому Танаху и потом в конце так называемый шиурим муханим, готовые шиуры. Я эту серию урока хочу базировать в основном именно на второй серии, где он примеры приводит, как учитель объясняет детям, ученикам разные отрывки Танаха и посмотрим, как это пойдет. В таком случае, на предыдущем уроке мы перевели с вами первый небольшой отрывок, первые восемь стихов книги Шмуэля про то, как праведная мама Шмуэля плакала и не могла никак успокоиться из-за того, что она была бесплодной. И вот теперь будет описано, как она молилась Всевышнему. Значит, говорится, что она встала в результате, когда они поели, или ее муж поел, или она тоже поела, не очень понятно в результате, она сначала не хотела есть. Но, в общем случае, она встала и пошла и стала молиться Всевышнему, но она как-то молилась необычным образом, судя по всему, как мы еще увидим, в чем была проблема, что Эли, первосвященник, ее заподозрил, что она пьяная. На самом деле, можно, наверное, перепутать. Представьте себе вот разницу между человеком очень в горечи, да, который плачет и что-то такое мямлет, да, не может произнести до конца слова, все время начинается у него рыдание. И человек, который выпил. Пьяные люди тоже часто начинают плакать, многие из них, на самом деле. Особенно для человека верующего, религиозного, если он еще и пьяный, бывает, что у него, так сказать, слезы, и он начинает чего-то тоже мямлить. Здесь очень похоже, на самом деле. Внешне, да, можно легко перепутать. Что-то еще было в молитве Ханы, мы будем это обсуждать сегодня. Что-то, что Эли привело к мысли, что она пьяная. Не просто пошла молиться в храм в обычное время, когда люди приходят, а пошла после еды, когда люди обычно пьют. Действительно, в праздники люди обычно выпивают вина во время трапезы. И когда он увидел, что она там пошла одна молиться после этого, и что такое мямлить в слезах, то неудивительно, что он подумал, что она выпила слишком много, а нельзя молиться пьяному. И он ее упрекал, как мы увидим, но потом, осознав свою ошибку, он ее благословил, что у нее родятся такие ребенки. Вот. Ну и начнем с того, что автор предложил, а потом я, может быть, свои пять копеек тоже вставлю. Итак, значит, учитель говорит. На предыдущем уроке мы видели, что хана не совсем правильно себя вела, что она всем портила радость праздника, постоянно плакала за столом и не ела. Теперь посмотрите на следующие стихи внимательно, и я вам помогу разобраться, что здесь, говорит, кажется лишним в стихе, в девятом стихе. Один ученик говорит, и встала хана после еды. Значит, до этого, получается, она не ела, а в этот праздник она все-таки поела, она послушалась, что ли, того, что говорил ей ее муж любящий, в результате все-таки, что ли, поела. Учитель говорит, да, на хон-миот, очень логично, что она поняла все-таки, что они правы, что нельзя портить всем, отравлять праздник из-за того, что тебе тяжело. И она, кстати, согласилась, поела и потом пошла, так сказать, куда... А может быть, даже он не говорит, кстати, что она поела, он говорит, что она решила, что, видимо, чем плакать прямо за столом и всем отравлять праздник, она пошла искать себе место, где она может спрятаться, да, подальше от людей и спокойно молиться Всевышнему, да, если ей так тяжело, пусть молится Всевышнему хотя бы, а не за столом плачет при всех. Вот. И она, соответственно, сделала то, что фактически Пнина от нее и требовала. Помните, мы говорили, что лиман-хар-има, такое странное выражение было, возможно, имелось в виду, как хазар считает, что Пнина таки хотела именно, чтобы Ханя была горькая, она будет молиться Всевышнему, и тогда Всевышний ей ответит. Всевышний всегда отвечает, более вероятно, что ответит человеку, которому очень тяжело, который молится от чистого сердца в своем несчастье и полагается на Всевышнего. Так вот, значит, пошла тогда Хана подальше от своей семьи и стала там молиться. Нашла ли она место, где можно молиться, чтобы никто ей не мешал? Ученик отвечает, нет, не нашла. Наоборот, там ее увидел Эли. Эли же тоже не просто так там оказался, да? Он, наверное, думал над Торой или, может быть, просто следил за тем, что происходит в храме. Это его ответственность, собственно, он его главный священник. Да, он видит, пришла какая-то женщина и начинает там что-то плакать, размазывать сопли и что-то такое бубнить. В общем, спокойно ей не дали поплакать перед Всевышним даже там. И очень Эли на нее как-то очень горько ей ответил, да? Стал сразу ее упрекать, что что-то пьяница, понимаешь, пришла молиться. Один ученик говорит, я вообще не понимаю, как мог Эли так строго с ней, да? И так она несчастная женщина, он еще так ее сразу судил в плохую сторону и так ей, так нехорошо с ней разговаривал, да? Как он мог ее назвать пьяницей? Так на это учитель отвечает. Во-первых, это происходит в праздник, когда, в общем, не так уж зазорно попить вина. Мы знаем, например, из Талмуда, это я уже добавляю, что были мудрецы, которые не хотели отвечать на халахические вопросы после трапезы в праздник. Потому что когда человек подвыпил, у него уже голова так хорошо не варит, и если его спросят какой-то халахический вопрос, он может ответить неправильно. И так, в общем-то, халаха, что человек, который подвыпил, не может постановлять халахум. Это учим из Торы прямо, когда описано, помните, после смерти детей Аарона, что Всевышний сказал Аарону, не его детям, не заходить в храм, не служить, когда они пьяны, а также не постановлять халахум, не решать, так сказать, вопросы Торы. И когда человек пьяный, он не может так же хорошо соображать. Вот. Поэтому в праздник по умолчанию люди выпивали. Это было не так уж удивительно, если она действительно выпила. Плохо, что она пошла молиться после этого. Пьяный не должен молиться перед Всевышним. Во всяком случае, мог Элли вполне такое предположить про нее. Не то, что она была пьяная вдрызг, знаете, евреи обычно ненавидят пьянство. И, конечно, когда мы говорим про то, что подвыпила хана, по мнению Элли, он не имел в виду, что она, знаете, как лот, вообще ничего не соображает. Он, наверное, считал, что она выпила больше обычного, и теперь вот пытается молиться, что неправильно. Еще говорит, что наоборот, может быть, Элли как раз очень мягко отнесся к хане. Мы думаем, что Элли так ее обидел сразу и сразу судил ее в плохую сторону. Наоборот, в каком-то смысле перед Священником Элли, можно сказать, ее в хорошую сторону судил. Потому что он фактически предположил, что она выпила во время трапезы, и поэтому так странно разговаривает. Что-то было в ее молитве, что Элли заподозрил, что она молиться некак было принято. Мы еще вернемся к этой теме. Но, во всяком случае, он как раз нашел ей оправдание, что, наверное, это потому, что она подвыпила во время праздника. Что, в общем, нормально. Иначе ее молитва и без того была так необычна, что другие предположения были бы еще не в ее пользу, еще хуже для нее. Поэтому это в каком-то смысле Ли Мудзихуд. Знаете, это некое оправдание, если сказать, что она просто подвыпила, поэтому не понимает, что делает, и молится так странно. Он мог бы, например, подумать, что она сумасшедшая. Тем более, что в празднике обычно люди не плачут. И вообще после трапезы обычно люди не шли молиться в этот момент в храм. Были времена для молитв какие-то, да, а тут вдруг женщина пришла после трапезы и начала там молиться. И что-то такое странное бубнит, да, и плачет при этом. И можно подумать, что она вообще психбольная. Так, чтобы ее не обидеть, он сказал, что, может быть, ты просто подвыпила, поэтому у тебя такая проблема. Это, во всяком случае, не так уж зазорно. Поэтому, говорит, или можно понять. А вот как раз то, как ответила ему Хана, понять трудно. Тут автор опять полагается, как я уже говорил, очень сильно нахазать. Из того, что сказала Хана в самом тексте, мы не видим такого уж грубого или наглого ответа. Да, фактически Хана просто сказал, что не суди меня, как блеаль, это такие, знаете, негодяи. Слово блеаль, это очень негативное слово в Торе. Обычно выражаются так по отношению к самым отвратительным низам общества, да. Там люди, бне блеаль, пришли и совратили город, чтобы все поклонялись идолам. Блеаль, это ужасно. Она сказала, почему ты меня, да, не считай свою служанку, она говорит, как блеаль, да, как отвратительную, да, негодяйку. Я просто из-за горечи в сердце так вот молюсь и так далее. Но Хазали, как приводит здесь Раши, видимо, делает дилкой слов Лоа Дони. Нет, мой господин, она говорит, Хана ему. Так они говорят, что она ему сказала, что ты вообще не пророк. Если ты так меня мог судить в плохую сторону и ничего не понял, то какой же ты пророк перед Всевышним, где твой руах окодыш? Это действительно было бы довольно грубо так сказать, тем более первосвященнику, великому, величайшему человеку в поколении, можно сказать. Представьте себе, что нам удалось бы, например, встретиться с Рамовадей Йосифом, или с каким-то великим раввином, да, раввином, который известен всем и считается одним из величайших мудрецов поколения. Тогда Эли, без сомнения, был величайшим и священником, и великим мудрецом. И вот представьте себе, что ему бы там что-то он нам сказал, он сказал, а, ничего ты не понимаешь. Это было бы верхом любой грубости. Вот. Но, как я сказал, на самом деле в тексте это не сказано открыто, но хазад считает, что она фактически ему сказала, что у тебя нет руах окодыш, нет у тебя, так сказать, особой поддержки с небес, чтобы ты понимал вещи, что ты все напутал. Вот. Поэтому удивительно, что она так могла ответить. Она же тоже считается одной из пророчиц. Вы знаете, что хана, и по ее молитве, которая будет дальше описана позже, когда Шмоль уже родится, и она привезет его в храм, там описана ее молитва, которая многое подсказывает, что произойдет с еврейским народом, и считается, что она одна из пророчиц. Вот. Поэтому то, как она ответила Эли, это тоже удивительно, согласно Хазаде, во всяком случае. Вот. Так говорит учитель, что, на самом деле, если бы, говорит, она была в спокойном состоянии духа, она бы никогда так разговаривать не стала. Это все объясняется тем, насколько ей было тяжело, она была полностью, так сказать, разбитая, и поэтому можно найти оправдание, что она так грубо ответила Эли. И дальше автор пишет, что можно было бы много подробно обсуждать дальше эту главу, и зависит от ситуации, из-за того, как ученики спрашивают. Много материала можно найти в его первом комментарии, к Датсофрим, да, в самом комментарии Датсофрим, к этой главе. Но если, говорит, ученики сами никаких вопросов особых не задают, и если время поджимает, то можно на этом, фактически, основное обсуждение закончить. Если, говорит, есть у учеников весь Танах, желательно, чтобы ученики могли, так сказать, всегда смотреть и искать другие истории в Танахе, чтобы была живая дискуссия, чтобы они могли сравнивать. Поэтому, если перед ними вся Библия наша, то можно их спросить. Найдите еще примеры, когда женщина, великая женщина, которой не было детей, могла вести себя довольно-таки грубо, или, в основном случае, разговаривать не совсем подобающе. Вот. В известной степени можно было бы привести пример Ривки, даже еще больше в Рахеле, да, и Сары тоже, кстати. В случае Сары, это такие примеры, как когда она сказала Аврагаму, да, там же Хагар, который она сама же дала Аврагаму, потом стала возвышаться над ней, наглеть, когда она забеременела. Так, Сара сказала Аврагаму, Хамаси Алеха, да, что у меня к тебе претензии, пусть и вышли зули между мной и тобою, что я тебе дала служанку, а теперь она надо мной, так сказать, наглее возвышается. Вот. Выгони ее вместе с ее сыном. Это уже потом было, да, в другом месте Сара сказала. Выгони эту служанку с ее сыном. Вот. Потом говорит Ривка, когда она сказала, кац тебе хаяй из-за дочек Хэт. Только не из-за бесплодности, да, не все эти истории из-за бесплодности. Он просто, в принципе, приводит примеры, когда бывает, что и великие люди немножко говорят неподобающе, когда у них особо тяжелая ситуация, они не выдерживают и говорят не совсем правильно, не совсем неправильно. Да. У меня говорит Ривка, жизнь надоела из-за этих дочек Хэтим, на которых женился Исав. Вот. А Рахель, она сказала, соответственно, мужу своему Якову, давай мне детей, или я умру. Так вот конючила, да, как будто от Якова это зависит, дать ей детей, что Яков мало молился и что. На самом деле, а что она действительно хотела от Якова? Рамбан считает, что она фактически думала, что Яков будет за нее поститься, носить мешковину, да, всяческие, примет добровольные мучения, что Всевышний в любом случае ему ответил. Иногда люди идут на окраинности, да, что надеют, что Всевышний ответит, они берут на себя какие-то страдания добровольные и тому подобное, так она надеялась, что Яков, наверняка знал, что Яков за нее молится, но думала, что недостаточно делает. Пусть он, так сказать, все бросит и возьмет на себя всякие страдания и посты, и тогда уже Всевышний даст ей детей. Так Яков, говорится, что разозлился на нее, на такое, хотя она была, ей тоже было тяжело, конечно, но Яков сказал, что я, что ты от меня требуешь. Всевышний тебе не дал детей. Тогда уже она отдала свою служанку. Тяжелая была ситуация, очень все это тяжелые конфликты, описанные в Торе, которые приводили к очень неприятным результатам, ситуациям, да, все эти соперницы, да, четыре жены Якова в результате, потом дети, которые друг другу завидуют, потом Йосефа продали. Все это в каком-то смысле результаты одного и того же, да, одни конфликты вели к другим конфликтам. Ну, во всяком случае, вот автор больше ничего не пишет к этой недельной главе, к этому отрывку, извиняюсь. А я хотел бы добавить, что что действительно было в молитве Ханы, такое необычное, что так странно повел себя Эли. Некоторые объясняют, что тогда было не принято молиться так тихо, что у нее только губы двигались, а не слышно было, что она говорит. То есть Эли увидела в ее молитве что-то, они нестандартные. Автор, кстати, приводит в свои комментарии Датсофрим, что он видел какую-то пометку просто в издании Танаха кто-то написал. Он даже не знает, кто автор этой пометки. Обычно он ссылается на конкретных мудрецов, но здесь ему, видимо, понравилось такое объяснение, что обычно, в те времена, они когда в синагоге слушали повторение Шмунеэсера, они полагались на громкое повторение. Так, чтобы человек тихо молился и еле двигал губами. В принципе, мы так делаем во время Шмунеэсера, но так тогда не было принято в обычных людей делать. Я не знаю, почему вообще предположение, что хана говорил молитву, подобную тому, что позже бы называл Шмунеэсера. То есть понятно, что это не было само Шмунеэсера. Шмунеэсера была установлена в начале второго храма, как Танах говорит. Но имейте в виду главная молитва, которая, так сказать, обязательная молитва, которая, возможно, и тогда уже была обязательной, которая включала, возможно, совсем другие просьбы, но, во всяком случае, вот эта вот главная тфила, которую, возможно, хана произносила. На самом деле, тамуд да учит в трактате Брахот именно из слов ханы, что так следует-таки молиться, что произносишь слова, но тихо, что тебя не слышно. Именно из этих слов, что говорится, что она разговаривает, но губы ее двигаются, но ее не слышно. Ну, что интересно, Элли как раз заподозривала, что она пьяная, и согласно, как я сказал, этим комментариям, похоже, что именно ее стиль молитвы показался Элли необычным. То есть мы учим, что так как раз нужно делать в более поздние времена, по крайней мере. Но как раз Элли, в то время увидев, как она молится, считал, что она пьяница. Возможно, действительно, у них было принято при определенных обстоятельствах молиться более громко, и когда женщина молится, или мужчина, если уже на то пошло, да, и просто двигает губами, то он подумал, что он пьяный, связать слова не может, поэтому у него губы двигаются, он ничего не может, так сказать, точно, наверное, какой-то шум он, может быть, слышал даже, хоть что-то бубнит, но ничего не понятно, и решил, что, наверное, пьяный. Известное объяснение Вильямского Гаона, что Элли посмотрел на свои камни, которые, да, у первого священника были особые драгоценные камни, на которых написаны имена колен Израилевых. И если там концентрироваться на мистических именах Всевышнего, Урим и Тумим, то можно увидеть, как блестят эти камни. И что он увидел, что создалось слово, да, заблестели камни с буквами Кав Шин Рей Ш Хей. И он должен был понять, что это имеется в виду Кесара, как Сара, что она бесплодная. Но он сложил эти буквы по-другому, там были одни имена Всевышнего, которые требовались для концентрации, чтобы увидеть блеск камней, духовный блеск, а другие уже, чтобы сложить это в слова. Так он сложил это вместо Кесара Шихойра. Те же самые буквы в другом порядке. Пьяница. И поэтому хана ему фактически, согласно хазах, сказала, что нету Таруаха Кодыш. Неправильно ты меня понял. Как ты мог решить, что я пьяница? Я вообще вина не пил. И на этом я на сегодня закончу. Урок посвящался.